Ну вот смотри, сейчас у нас получается изделие с опущенной проймой, то есть у нас расширенный плечевой пояс, естественно рукав я расширила, то есть я взяла базу и перестроила, но само собой он расширяется, то есть без вариантов. Так, ну вот здесь уже это очень интересно получается, так у меня ширина получается шкурки, там у меня рефорсинг будет 2 мм, да, у меня ширина шкурки 22 см, 22 см, пускай 23 см, это 11,5 см, это получается вот у меня на центр ложится 23 см, и здесь от центра 13 см, 13 см, здесь 10 см. В принципе этот рукав поместится, он у меня прекрасно в две шкурочки, здесь получается просто вот в этом месте небольшой кусочек, мы доставим откуда-то из-за грифка и все. Такую ширину, да, можно оставить, все нормально, самое главное, чтобы было сила для покупателя. Уважаемые друзья, коллеги, мы сейчас с вами находимся, скажем так, в святая святых, это то место, где рождается и воплощается в жизнь идея, это скажем такое начало ручейка. Передо мной Аня, Аня это очень, скажем так, очень серьезный и важный сотрудник нашей организации, которая вот воплощает в жизнь идеи, которая делает базовые модели, которая делает те модели, которые вы заказываете. Именно Анна занимается вот этим всем. Сейчас Анна занимается вот конкретно лекалами, у нас поступил заказ из города Уфа. Когда вы отправляете свои мерки нам, вот я их вижу, у меня в голове уже появляется ваша фигура. То есть для меня это не просто цифры, это уже объем, я вижу объем. Но так как они появляются у Анны в голове, у меня так они не появляются, потому что Анна именно модельер конструктора. Ваши цифры для нее это вы уже, это ваша фотография, причем в 3D со всех сторон. Вот у меня, допустим, 48 размер. Отправляются мерки и человек, ну прямо очень сильно удивлен, что у него на самом деле не 48 размер, а совсем другой размер. Вот Аня, пожалуйста, Т-образная фигура, песочные часы, А-образная фигура, тебе слово, пожалуйста. Ну я хочу рассказать вам, как вообще я работаю с вашими мерками, как вообще строится лекала конкретно по вашим меркам. Ну скажу сразу, что я не строю лекала именно по тем меркам, которые вы присылаете. Почему? Потому что мерки снимала не я, и 100% дать гарантию, что они сняты именно так, как нужно мне, я не могу. А качество конструкции зависит, ну процентов на 80 от того, как сняты мерки. И что я делаю? У меня есть базовые конструкции на разные силуэты, на разные размеры. Это базовые конструкции, на которые делаются модели стандартные, на стандартную фигуру. Они отработаны, отточены, там уже все, ну все проверено, я уже знаю точно, что там все садится хорошо, хороший баланс, идеально садится рукав, все. То есть я беру базовую, а сначала нет, сначала вот как я конкретно с этой девушкой, с этим заказом работала. Вот поступил заказ. Значит первые две мерки, которые для меня являются контрольными, это обхват груди и обхват бедер. Вот я их выписываю себе в столбик, то что она мне прислала. И я смотрю, что обхват груди между 52 и 54 размером, а обхват бедер у нее между 50. Что я дальше делаю? Ну естественно, беру 52 размер и беру 50. Выписываю также себе два столбика по этим меркам, стандартные из таблицы, которыми я пользуюсь, гостовские таблицы, по которым я строю вообще все лекала именно на, ну не на конкретную фигуру, а на массовку. Я выписываю и анализирую, и смотрю, что в принципе у нее мерки близкие к 52, есть какие-то отклонения, я везде все эти отклонения для себя прописываю. Потом я беру основу, я ее кладу на бумагу, черчу чертеж. И вот сейчас вот Аня говорит, что берется основа. И Аня проговорила, база, вот она база. Вот это база. Вот эта база. База классического силуэта. Эта база отработана. Она, эта база не просто взяли, нарисовали и все. Вот здесь Анна говорит, что здесь вот по таблицам все работает. Мало того, мало того, почему Анна в нашей команде. Потому что я не один раз говорил о том, что модельер, конструктор должен идти в ногу в тандеме. Прямо вот в ногу с технологом. Я знаю, как работать с натуральным мехом. Анна знает, как конструировать лекала. И когда создается база, она естественно сначала идет на бязь, на обычный материал, делается макет. И только после этого переносится на мех. В зависимости от разного вида меха, эта база может поменяться. На лисе так, на песце так, на норке так, на нутрие так. Эта база не может, допустим, вот на этой базе сшить и норковую, и лисию шубу. Нет, ни в коем случае. Это разные виды меха. И естественно, естественно, это все дорабатывается потом, после построения макета, еще и на мехе. То есть находятся какие-то, может быть, недочеты, изъяны. И они все исправляются. И уже только после этого, вот эта база становится доработанной, совершенной. Для кого-то вот эта база на бумаге нарисованная, это просто резаная бумага. Для нас это лекала. Ань, пожалуйста, я немного перебью. Ну, нет, ну, все это очень-очень кстати. И что я делаю? Значит, у меня есть анализ фигуры, которые мне прислали мерки. Первое, что я делаю. Я смотрю, допустим, есть определенные параметры построения, и они могут не совпадать. Ну, в данном случае, хочу сказать спасибо девушке, очень прямо замечательно сняли мерки. А бывает такое, что, допустим, ширина спины, ширина полки совпадает со стандартом, а высоту груди надо поднять на 3-4 сантиметра. То есть в таком случае у девушки должна быть грудь шестого размера. Мы просим, чтобы нам прислали фото. В фаз, в профиль. Видим, что груди шестого размера нет. И тогда мы просим человека, чтобы он снял мерку на камеру и показал, как он это сделал. То есть я должна понимать, как мне это все конструировать. Но это вот один момент, который такой яркий. Есть еще много нюансов, которые я вижу по меркам. И когда у меня возникают сомнения, правильно ли снял заказчик мерку, я обязательно обращаюсь к коллегу, и мы этот момент уточняем. Потом что я делаю? Значит, у нас базу, которую я сейчас взяла, она идет классического силуэта. То есть это трапеция с точным рукавом, точной рукав с выточкой называется. Ну как бы это такая грань между полурегланом, но это вообще в точной рукав с выточкой. У нас будет верхушуба свободного силуэта, то есть опущенные плечи, расширенный рукав. Я эту сетку сначала вот с этой базы перенесла на свой чертеж. Откорректировала по меркам заказчика, то есть все ее нюансы учла, что где у нас добавляется, где убавляется. И только после этого я уже моделирую. То есть я делаю модель, которую человек заказал. То есть опускаю проруму, перестраиваю рукав. Но все это я делаю на той базе, которая у меня отработана, и которой я ставлю, что она 100% вся. И я могу быть уверена, что все мои корректировки, которые я внесла по меркам, положила на эту базу. И что это изделие тоже 100% всядет на человека. Теперь... Здесь еще очень важно, я об этом всегда говорю в своих роликах. Каждый миллиметр, вот здесь на камеру не видно, вот сейчас рисуется база. С базы делаются лекала. Вот на камеру я показываю. Именно по меркам покупателя. Мы, когда работаем с мехом, мы повторяем каждый микрон. Вот то, что сделала Анна, мы повторяем каждый микрон. И только в этом случае мы можем увидеть недочеты или перечеты и довести лекала до совершенства, когда повторяется каждый микрон. Аня, так тебе такое... Можно еще тоже добавлю. Ну, у меня опыт работы не с одной фабрикой. И я могу сказать, что вот именно на фабрике Old Dream я уверена, что если что-то где-то появился недочет, это 100% где-то я не доработала. Потому что так повторяют лекала, наверное, только они. Потому что очень часто бывает как. Быстренько покроили, быстренько собрали, потом конструктор виноват. Здесь вот просто низкий поклон. Очень-очень-очень тщательно, очень бережно относятся к тому, что я построила. И они повторяют прям один в один. Это и называется тандем. Это называется тандем. Это когда команда работает, команда технолог в моем лице и модельер-конструктор в лице Ани. Ань, теперь вот этот вопрос. У нас с тобой такое быстрое интервью получается. Давай его закончим. Вот то, что я сказал, что люди иногда удивляются, то, что их размер не соответствует тому, который на самом деле они всегда думали. Ну, допустим, вот объем в груди 120, это у нас получается 60, а по плечам и по спине 48. Ну, так может быть, это уж прям совсем большое. Ну, я такой грубый уграм. Нет, я могу сказать, ну, во-первых, есть европейские размеры. И некоторые девушки, особенно больших размеров, им очень нравятся европейские размеры, потому что они на 6 меньше. То есть, если, например, девушка носит 56, то европейский у нее 50. Вот. И как бы она может ориентироваться на это. Ну, а во-вторых, есть особенности фигуры. Вот, например, у Т-образной фигуры, у нее, вот как у данной девушки, вверх у нее 52-54, бедра 50. А может быть, наоборот. По груди, ну, допустим, 52-й, а бедра 56-58. Такое тоже бывает. Я, например, такая. Вот. Это, ну, все мы разные. Особенно, когда девушка начинает набирать вес, так сказать, достоинства, то наши все особенности фигуры, они больше проявляются. И, конечно, сложнее подобрать вещь, которая шита по стандартным размерам. В этом нет ничего проблемного. Ну, как бы это все можно сделать. Можно построить лекало на вашу фигуру. Ну, просто надо принять, что вот у вас российский вот такой размер. И все. Так, дорогие друзья, Анна Саруханова, я ссылочку дам еще раз на ее страничку, пожалуйста, модельер-конструктор. Буквально ближайшее будущее она начинает тоже вести блог. Как конструировать, как моделировать, как правильно заниматься, делать именно лекало. И такой еще момент. Я знаю, что многие все-таки еще сомневаются. И это действительно, это нормально. Не надо сомневаться. Мы профессионалы, мы команда профессионалов. Мы сошьем вам вещь вашу, удобную, уютную, теплую и красивую. Всем спасибо и до встречи. Хочу еще дополнительно сказать большой комплимент девушке, которую мы сейчас делаем лекало. Очень грамотно она подобрала модель. У нее получается прямой силуэт с расширенным рукавом, который свободного кроя. И получается, что для того, чтобы построить на мехе такой рукав и такую пройму, мне нужно линию проймы немножко задвинуть. И зрительно как раз ей обрежет немножко силуэт, вот это проблемное ее место, широкие плечи. И за счет того, что рукав свободного кроя будет легко, свободно двигаться, и спине не будет узко, и все будет замечательно. Это очень такой тонкий момент, потому что не всегда заказчик понимает, подойдет ли ему шуба. Вот он где-то увидел, фигура нестандартная, и начинает, а я хочу такое же, или вот пальто у меня есть, я такое ношу. Мы всегда советуем, объясняем, на какую фигуру что подходит. И не всегда пальто, если у вас хорошо на вас сидит, такое же вещь, если сшить из меха, оно будет на вас хорошо сидеть. Мы обязательно это все проговариваем, все нюансы уточняем и обязательно комментируем. Ваши выборы. All Dream – давняя мечта. Хватит мечтать, пора действовать.